МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Откровенное признание Ларисы Лужиной. Она ее увлекающаяся, очень любчивая была. И все это, конечно, мешало. Как сложилась личная жизнь знаменитой Солохи? Людмила Ивановна любвеобильная женщина. И она любила многих, и ее тысячи, может быть, любили мужчин. Почему распадались браки Елены Прокловой? Я у них на свадьбе был тамодой. О чем это Лариса Гузеева? Есть люди, они все делают с холодным расчетом, с холодным умом. И почему так не повезло в любви небесной ласточке и ненидзе? Грузинская жена немножко отличается, может быть, от русских жен. Вы могли бы мне помочь? С удовольствием. А как? Будьте моим мужем. Сюжет картины «Будьте моим мужем» повторит события из жизни Елены Прокловой. Актриса познакомилась с одним из супругов через ребенка. Врач, который лечил ее дочку, влюбился в Елену без памяти. Да, дочка вылечилась, хотя с ужасом вспоминает до сих пор все эти травки, все его рецепты. Я ей говорю, ты из-за благодарности хочешь быть моей женой? Нет, я люблю тебя. Но к моменту съемок актриса и доктор уже в разводе. В экспедицию в Сочи Елена приезжает свободной и готовой к приключениям. Не машите рукой! Моя юбка. Хочу одену, хочу сниму. И вообще, навязались на мою голову. Репей несчастный. Партнер по картине Андрей Миронов – мужчина. И он не может удержаться от флирта. Про ее романы я не знаю. Знаю только, что она приехала с одним молодым человеком, а уехала с другим. Разрешите, девушка, пригласить Наталью. Я не танцую. Уже где-то приближались съемки к концу. И, по-моему, был выходной день. И вдруг исчезли и Елена, и Андрей. И появляются с вот такой сковородой, вот как мой зонт, жареной картошки. И вот с такой бутылкой, бутыль вина. Даже жена Андрея Миронова, Лариса Голубкина, чувствует неладное, бросает все и прилетает в Сочи. Видим, поговорим, да? Выйдем и поговорим. Ну да, ему понравилась Проклова. Понимаете, во всяком случае, ну, приехала, ну, как бы. Елена Проклова – признанная сердцеедка. Мужчина от нее без ума. Но неужели именно это избило ее с толку? Почему она не смогла ограничиться одним браком? Ведь первый муж любил ее от всего сердца. Что заставляет представительниц прекрасного пола искать супруга все лучше и лучше? Разве один мужчина не может сделать женщину счастливой? И почему дамы не боятся выходить замуж снова и снова, несмотря на то, что общество, мягко говоря, не очень терпимо к красавицам, которые меняют мужей, как перчатки? Сегодня на все вопросы ответят звезды кино. Володя, спроси, как самочувствие. Вот доктор интересуется самочувствием. Доктор, хочу с вами посоветоваться. Странные симптомы. Бессонница, отсутствие аппетита, головокружение, чрезмерная рассеянность. Что вы на это скажете? Прием. Горная болезнь. Прием. Лариса Лужина была замужем аж четыре раза. Собиралась ли она идти в ЗАГС один раз и на всю жизнь? Я увлекающаяся, очень любящая была. И все это, конечно, мешало жизни, особенно семейной жизни. Так Лариса Анатольевна рассказывает об одном из своих романов. Я бы сказал, я люблю и все. Пускай будет год, но мой, как все мы говорим, эгоистично очень. Ну что же делать? Сколько их было, известно только ей одной. Вот как Лариса выглядела в 20. Разве можно не обратить внимание на такую девушку? К тому же она манекенщица, а это влечет. Именно в такую Лужину одновременно влюбились оператор Алексей Чердынин и поэт Булат Акуджава. Где-то, не помню, какой точно год, 63-й, может, я не помню. День рождения в общежитии отмечали мы. И Жанна Болотова дружила с Акуджавой. Он же ей две песни посвятил, очень хорошие. И когда там все сели за столом, она сказала, должен прийти Булат, вот он будет со мной рядом сидеть. А Булат пришел и сел со мной рядом. Акуджаве нравилось появляться везде с такой необычной спутницей. Лариса Лужина, правда, до сих пор считает, что это потому, что она правильно себя вела. Добрый вечер. Я думаю, Булату нравилось, что я очень молчлива была, умела слушать, но ничего не говорила, ничего не высказывала. Лариса и правда вела себя скромно. Особенно, когда Акуджава брал ее с собой в гости. Однажды пришли к писателю Юрию Нагимину. Длинный стол был большой, сидели все жены. И сидела жена Вертинского, мама Анастасии и Марьяны. И она как раз показывала фотографии с человеком-амфибия. И она так хвасталась, гордилась очень, так говорила, вот у меня два произведения искусства, это мои дочки. И она показывала Марьяну и Настеньку. Лариса и тогда промолчала. Не сказала, что главную роль в картине «Человек-амфибия» играет ее одноклассник. Постой! Я пришел сказать, что люблю тебя. Так значит, это любовь с первого взгляда. А разве бывает другая любовь? В нашем драм-кружке, куда мы с Ларисой ходили, из него вышло 12 человек профессиональных актеров. Четыре народных артиста России. Это обычная школа. Вот такова была культура. В то время в Таллине. Лариса Лужина вполне могла бы надолго стать музой Булата Акуджавы. Если бы не одно «но». Влюбленный в нее оператор Алексей Чердынин решил избавиться от соперника. Я не знал, что произошло, потому что Булат вдруг резко со мной порвало отношения. Резко. И мне было очень обидно, потому что когда я с ним встретился через много лет, я кинулся к нему на «Красные стрелы» на платформе «Москва-Ленинград». Я думал, ну, не виделись много лет уже. А он так очень холодно, он прям как меня остановил своим взглядом. Я так как вкопанная встала и пошла дальше. Так Лариса Лужина стала женой не Булата Акуджавы, который вскоре будет знаменит на весь Советский Союз, а оператора Алексея Чердынина, который не снимет ничего популярнее фильма, журналист. Правда, ради Ларисы он готов на многое. Я даже вам другое скажу. Вот то, что я знаю абсолютно точно. Он говорит, у Ларисы там, ну, какой-то первый юбилей был. Может быть, 25 лет. А Леша оказался тут что-то без работы. Он хотел ей хороший подарок подарить. Так Леша поехал на лесосплав. Сплавлял бревна, чтобы купить ей что-то очень дорогой, хороший подарок с дорогим камушком. Почему же ему не удастся стать единственным в жизни Ларисы Лужиной? Причина печальна. Лешка был такой дрочливый немножко. Он мог, в общем-то, был ревнивый, дрочливый. Он же как меня ударил так, что я с ним развелась после этого. Второй муж Ларисы Лужиной тоже оператор. Но им мог стать другой мужчина. Человек, которого любила сама Людмила Гурченко. Они познакомились на фильме «Вертикаль». Я позвоню? Только потом Лариса Лужина узнает, что Людмила Гурченко развелась с Александром Фадеевым потому, что тот чуть ее не убил. Когда я пришла в очередной раз к ним, Люся говорит, Ин, ты представляешь, Сашка напился, и вот посмотри, дырка, он ведь в меня стрелял из ружья. Я говорю, господи, Люся, Да как же ты можешь вообще? Такой зараза, мерзавец. Как это такое? Да, Ин, он меня чуть не убил. А спустя несколько месяцев после начала их романа с Ларисой Лужиной ситуация повторилась в точности. Смотрите далее. Кого Лариса Лужина считает виновным в своих неудачах на личном фронте? Я слышу, когда раздается звонок, и как он там разговаривает, а по интонации же чувствует. Почему знаменитая Солоха отказалась от ухаживания миллионера? Золотая лента, такая красивая все это, очень дорогая вещь. О чем это Лариса Гузеева? Есть люди, они все делают с холодным расчетом, с холодным умом. Почему распался третий брак Елены Прокловой? А вот эти вот флюиды, они живут же, не спросив тебя, как, где и с кем. И кто посмел бросить небесную ласточку и юнинице? Грузинская жена немножко отличается, может быть, от русских жен. Вдруг что-нибудь случилось. Все может быть. Вот мы сидим так и ничего не делаем. А что ты предлагаешь? Ты должен предлагать. Я предлагаю спать. Александр Фадеев бывший муж Людмилы Гурченко. Скоро Лариса Лужина поймет, почему они развелись. Однажды просто звонит, он говорит, что вот мне приезжает, что-то плохо в переделке. Напомню, схватила такси, приехала в переделке, нашла, он лежит у меня в ружье в руках. Я захожу, он направляет на меня ружье, а потом так поднимает и стреляет в потолок, в люстру. Ну, мог бы, если меня. Но он пьяный был в ужасном состоянии совершенно. И вот здесь я поняла, что надо мне уходить отсюда. Со вторым мужем Лариса Лужина познакомится тоже на съемочной площадке. Лариса рискнет ради него жизни. Она решится родить сына, несмотря на недавний инсульт. И, казалось бы, наконец, у нее наступила гармония. Но когда их сыну Паше исполнится семь, Лужина от второго мужа уйдет. Я как-то спокойно воспринял. Я не знаю, почему. У меня такое ощущение. Вот я сейчас так анализирую. Но единственное, что я очень хорошо помню телефонный звонок, когда я позвонил Паше. Ну, вот когда я узнал, что Папа больше с нами жить не будет. Я позвонил Папе и сказал, что, Папа, я тебя все равно очень люблю. Зачем она это сделала, Лариса Лужина не может объяснить себе до сих пор. Но если сделала, значит, была причина. Владимир моложе своей новой жены. И она знает, что ничем хорошим это не кончится. И потом я понимала, что у него начался роман. Я это почувствовала по его отношению ко мне. Почувствовала по таким разговорам, какие телефоны. Но я слышу, когда раздается звонок, и как он там разговаривает, а по интонации уже чувствую, что это с кем-то разговаривает. Владимир разбил Ларисе сердце. Ведь это из-за него не сложился третий брак артистки. Гусаков сам подал на развод. Ларисе уже не восемнадцать. Она понимает, что, возможно, больше не встретит достойного мужчину, и тогда она совершает ошибку. Принимает первое же предложение. Это он мне попался под такую мою руку, когда мне уже я хватала за соломку. И почему-то внутренняя интуиция мне подсказывала, что это ненадолго. Я даже не буду называть его ни имени, ни фамилию. Я даже ему это сказала все в лицо. Все равно это было искренне и по любви. Я это видел. Но так получилось, что человек оказался не очень порядочный. Были разные проблемы. Что еще вспоминать уже об этом? Само собой, четвертый брак Ларисы Лужиной закончился разводом. Это была ошибка. Хотя вначале он мне действительно помог. Конечно, Лариса Лужина не раз задавала себе вопрос, почему она не смогла сохранить ни один брак. Ответ пришел однажды в самолете. Посмотрела в иниминатор, а там мне как раз земля была распахана и что-то такие, как лоскутами, все одело такое лоскутное. И вот у меня такие мысли пришли в голову, вот эти строчки. Небо синее надо мной, подо мной вся земля в лоскутах, а любовь прошла стороной. Да и жизнь кое-как в пыхах. Потому что я считаю, что у меня все было около любви. У меня не было такой настоящей любви, какая должна быть. Но, по-моему, не было. Все-таки такой на разрыв аорты не было. Осип Никифорович, что это у вас великолепная слуха? Как что, Осип Никифорович? Рука! Рука. А что это у вас восхитительная слуха? Вы-то не знаете, Осип Никифорович, шея. Шея. Она шейманиста. Знаменитая Солоха из фильма «Вечера на хуторе Близди Каньки» могла себе позволить менять мужей, как перчатки. Но мечтала о любви, как у ее родителей, один раз и на всю жизнь. Я не знала, что такое вообще скандалы в семье. И когда вот сейчас наблюдаешь иногда, когда скандалят, когда что-то требуют, давай денег побольше и так далее. Раньше они начинали жизнь с вилки, с ложки. Они сами формировали свою жизнь. Они ни тот, ни другой, на готовые не приходили. Поэтому у них крепко они прожили вместе 60 лет в Царстве Небесное. Мои мама и папа были для меня абсолютным примером. Теперь самое время и горилки выпить. За Людмилой Хитяевой даже ухаживал греческий миллионер Аристотель Анасис. Седоватый, с крупным носом таким. Немножко мне показалось такие базетовые глаза у него такие. Я не придавала этому никакого значения, как вы понимаете. А что такое у нас? Мы не понимали, что такое миллиардер или там у него вообще яхта с золотыми кранами. Что это такое? Чем кормишь? Что утвердили? А грязище-то развела, а? Вытирала только. Степь, пылюга летит. Как? А соль эту в борщ набухала. Ты зря больше хороший. Тебе что ли понравился? Да будет тебе, Галин. Женщина первая неделя в бригаде. А тебе откуда известно, что она женщина? Галя. И что ты здесь возле плиты-то околачиваешься? Да что ты меня допрос-то учиняешь? Кто я тебе? Людмила Ивановна любвеобильная женщина. И она любила многих, и ее там тысячи, может быть, любили мужчин. Они встретились на кинофестивале в Греции. Людмила как раз во вкусе греческого миллионера. Мне делать так. Такой жест. Я говорю, так и делаю. А этот, это приносит мне вот такой вот, просто вот такой, величины, вот такая коробка с тремя отделениями. Золотая лента, такая красивая, все это, очень дорогая вещь. После этого у меня долго-долго в нем хранились нитки, пока он не измотался. Разные ниточки хранились, потому что вообще нет три отделения. И мы первый раз я попробовала соленый белый шоколад. Есть женщины, которые служат мужчинам, да? А есть женщины, которым мужчины служат. Вот она выбирает всегда, мне кажется, ну вот, когда я там видела ее очередных воздыхателей, вот, причем серьезных, да, то они ей служили. Не она. Тонечка, позволь тебе представить. Сергей Александрович Прибалов. Очень рада. Сестренка Ручку. Хитяева свободна. Она только что развелась с первым мужем. Актриса могла бы заманить миллионера в свои сети. Но удачно выйти замуж для нее не главное. Если бы это было так, Хитяева не ушла бы от супруга. Ведь она всего лишь заподозрила его в измене. Никаких доказательств у нее не было. Мне было 28 лет в тот период, когда я рассталась со своим любимым Сашей. И потом это все вообще, так сказать, мне наговорили про него. А я как максималистка по молодости ах так, ну и так. Через полгода после развода в промежутке между съемками в вечерах на хуторе Близди Каньки Людмила Хитяева получит серьезную травму. Тогда суеверная актриса решит, небо прогневалось на нее за роль ведьмы. Но это была не кара, а шанс. Врач из районной поликлиники посоветовал, нужно обязательно пройти курс физиотерапии. Артистка шла на процедуру, когда рядом остановилась новенькая Волга и из нее вышел темноволосый красавец. Он подошел ко мне, ну, наверное, я ничего была, если человек подходит ко мне, верно? Что-то разговаривали, что-то разговаривали, куда идете, может быть, вас подвезти, вообще, так сказать. Я говорю, я вообще-то не сажусь к мужчинам в машину. Ну, а куда вы идете? Я говорю, я иду в данный момент в больницу, вот у меня то-то, то-то. А еще было, чуть-чуть синячок здесь был. Он говорит, так я доктор, я могу вам помочь. Ну, и вот с этого все закрутилось, началось. Красавец оказался хирургом. Борис Якобсон успел защитить кандидатскую и был широко известен в узких кругах. К слову, в будущем именно он первым в Советском Союзе начнет делать операции по смене пола. Две звезды образовали красивую пару. Тогда вся Москва бунтовала, потому что он пользовался, он такой светский лев, пользовался грандиозным успехом. И тогда вся Москва шумела, и Хитяева и Хитяева, и Хитяева, и Хитяева, и Хитяева. Это, да. Через полгода он сделает Людмиле Хитяевой предложение. Но и в этот раз их любовь разрушит неверность. Мы ему прожили семь лет. Но он очень любил женщин, очень. Он такой красавец, хирург, все-все-все-все. Все это было. Потом в одно прекрасное время мы... Я этого не стала терпеть, я человек достаточно самолюбивый и сильный. Я чувствую себя как преступник. Тебе не нравится? Ну что же нам делать? А впрочем, ты знаешь, я ни в чем не хочу тебя стеснять, делай так, как лучше тебе. Она женщина раз, она актриса два, и она человек три. Если она любит, так она любит. Если она разлюбила, то она бросает. Почему оба мужа искали утешение на стороне? И виновата ли сама Хитяева, что ее браки терпели крах? Наверное, если бы актриса научилась закрывать глаза на измену, она бы не ходила в ЗАГС целых три раза. Люда по знаку лев. Это, соответственно, проявляется природу не обманешь, проявляется и в ее характере. Характере гордым, независимым. Она не любит, что мне в ней нравится плакать, унывать. Она наоборот, она еще жару придаст, что все так хорошо, что знаете наше. Я не выясняла отношения. Я всегда говорила «Голубчик, наше время истекло. Хитяева, не бросай меня». Я говорю «Я тебя не бросаю. Мы просто временно расстаемся, чтобы вообще не травмировать его сильно. Мы временно расстаемся. Ты иди к маме, а это моя квартира, я останусь здесь. Временно расстаемся, а там жизнь покажет». Ох, Галю, ты с твоими переборами не иначе, как в старых девах остались. Опоздали, мама? Нашла, чем похваляться. Не хочу под мужиками ходить. У тебя уже и равноправия маловато. А, у них равноправие до ЗАГСа, к тому же мои запросы выше. Она была и сексапильна, она была интересна, она очень нравилась мужикам, и вот это моя встреча с ней, я знал, кто хотел бы с ней быть вместе, и это была определенная борьба. Третий муж Людмилы Хитяевой знаменитый каскадер. Но и он будет брошен. Правда, по другой причине. Людмила Хитяева его старшая, и она просто дала любимому мужчине шанс стать отцом. Можно было везде на каждом углу рассказывать, какой он подлец, и какая я плохая, Но все наоборот. При ее характере, при ее, так сказать, львиной такой натуре, она друг этой семьи. Они с Валерием дружат. Она как член их семьи. Правда ли, что есть люди, которые вообще не могут жить с одним человеком всю жизнь? Ответ легендарной Ии Немидзе нет. Эта жизнь разводит влюбленных. Она мила. Очень милы. Какие у вас глазки. Покажите мне ваши глаза. Какой невинный взгляд. Ии Немидзе была замужем трижды. От последнего брака у нее дочь. И она тоже героиня колонок светской хроники. Сначала Нено Немидзе вышла замуж за актера Кирилла Плетнева. После развода она сошлась с оставленным Ксенией Собчак Максимом Фиторганом. Говорят, дело близится к свадьбе. Неужели она повторяет судьбу матери? Может и нет. Хотя первый брак Ии действительно был ошибкой молодости. Дениза, я люблю вас. Вы долго готовили эту блестящую речь, господин лейтенант? Я думал, что с актрисой меня покончил навсегда, но вы совершенно особенная. Я узнал по секрету, что в Грузию приезжал представитель Голливуда и уговаривал, вы знаете, сумма за 10 миллионов долларов отпустить Ию в туристическую поездку, чтобы она там осталась и снималась у них в Голливуде. И мама, мама, мама отказала. В честь первого триумфа Ии в кино ее дед устроил банкет. На торжество был приглашен почти весь Тбилиси. В том числе легендарная Софи Кучио Релли с мужем и сыном Николаем. Никуша с родителями пришел к нам домой. Вот тогда он меня попросил, чтобы я ему, а дедушка Мальборо курил, чтобы я ему там где-то сигареты свистнула. Вот я ему свистнула, он вышел на балкон покурить, и вот первое, что вот стекло, и он к этому стеклу подошел, и меня поцеловал через стекло. И все, а что для девочки, которые без брата, без друзей, Руму и Джульетта, да. Они поженятся в семнадцать и быстро разочаруются в семейных отношениях. Театр, он очень много отнимает, и я хочу сказать, когда ребята занимались, они утром приходили, а вечером уходили. Но грузинская жена немножко отличается, может быть, от русских жен. Как я довольна, мы едем вдвоем. А мне что прикажете делать? Как попасть в театр? Нет, ничего легче. Вместо того, что поехать в восемь, мы поедем в пять минут первого, мы будем там. Кто это мы? Это я буду или не буду? А при чем тут вы? Ну мы. Я приносила, я делала, готовила, стирала, парила, жарила, еще писала его лекции, то есть я еще успевала зайти к нему на курс, взять это все, переписать, в общем. А у него была совершенно другая история жизни. Я помню, что они жили какое-то время у его мамы, и ей, конечно, было очень нелегко, потому что Софико, это была глыба, это такая харизматичная женщина, любящая своего сыночка, и, наверное, я так подозреваю, что думала, что никакая из женщин не подходит в пару с ее прекраснейшим сыном. Мадемуазель. Слушаю вас, господин инспектор. Приходила ли вам когда-нибудь мысль, что вам не век быть в пансионе? Случалось, господин инспектор, но это всегда меня так огорчало, что я старалась скорее догнать эту невыносимую мысль. А скажите, мадемуазель, думали ли вы, что вам придется выйти когда-нибудь замуж? Замуж? Никогда! Я уйду, сестра. Второй муж актрисы, тоже ее коллега, актер, а впоследствии государственный чиновник Сергей Максачев. Они вместе учатся в Афгике. Но Ия даже не смотрит на Сергея. А вот накануне ее отъезда на каникулы проскакивает искра. Ему удалось завоевать красавицу, но после окончания института Ия решит вернуться в родной город. Сергей поедет за ней, и, видимо, это начало конца. У него все живут в Москву, в Москву, потому что Москва большая, здесь больше развернуться можно, и вообще другие возможности. Ему нужна была широта, пространство вообще во всем. Ей не везло с мужчинами, потому что она открыта для любви, и если мужчина ее к себе располагал, клялся ей в любви, Иике казалось, что это правда. А там наступали свои шкурные интересы, корысть и обман. Если бы она не была такой парыстой, если бы она где-то промолчала бы, ну вот если бы такая была у нее бабская мудрость, на что-то не обратила внимания, она бы так и жила бы с одним мужем, понимаете, и сидела бы с клушкой с соседками по кухне, перетирала бы кости своему. А она не хочет ни с чем мириться, она человек справедливый, поэтому если несправедливый к ней, то она прерывает все отношения, она не может без любви. После пяти лет семейного счастья Сергей начинает появляться в Тбилиси лишь наездами. Все это время Ия растит маленького Георгия. Развод, как и в первом случае, не минуем. Смотрите далее. Кто виноват в том, что Ия Нинидзе больше не хочет замуж? А ей было за что иметь зуб? Кто бросил детей небесные ласточки в нужде? Спинина. Во сне голод проходит. И готова ли Елена Проклова к новым отношениям? А вот эти вот флюиды, они живут же, не спросив тебя, как, где и с кем. Это тебе. Почтальон только что принес. Сергей оставил Июнинидзе одну с ребенком на руках. Есть люди, которые такие сволочные, очень жестокие, мстительные, и они все делают с холодным расчетом, с холодным умом за обиду. Они потом превращают жизнеобидчика в ад. А у Иики все на уровне горла. Поплачет, попереживает, пары выпустит, и все, и дальше этого не идет. А ей было за что иметь зуб. Конечно, такая женщина не могла остаться одна. И вскоре у Ии появился Михаил. Он поддержал актрису в сложный момент. Помогал ей искать врачей для мамы. Был нянькой для маленького Георгия. И в конце концов стал мужем Немидзе. У них родилась дочь Нино. Но счастье вновь не вышло. У Михаила была детская мечта эмигрировать в США. Что он и сделал в начале 90-х, как только в Грузии стало неспокойно. Он бросил Ию в блокадном Тбилиси одну с двумя детьми на руках. Люди, которые находились там, в эпицентре событий, когда центр города там стояли пушки, танки и так далее. Ходили люди с автоматами. Это, конечно, не сравним, когда ты это не видишь и переживаешь издалека. Это тоже боли, но это все равно по ощущениям не сравнить небо и земля. Немидзе пришла в ужас, когда однажды услышала разговор собственных детей. Я есть хочу, Георгий. И Георгий с таким уже со стажем спинина. Во сне голод проходит. Моя крестная жила наверху, и она нам по корзинке спускала лобби, мы ели помидор, лук, политый маслом, это было очень вкусно. Мне кажется, когда мало вообще чего-то, ты больше этому радуешься. И мы как-то всегда понимали, что еды сейчас нет, но если она есть, мы ее делим поровну. Ия одна из очень немногих людей на планете Земля, которые абсолютно настоящие, абсолютный ребенок взрослый, и что бесконечно жаль, красивая, талантливая, успешная, не значит счастливая. Вот это было как-то с самого начала, понимаете? Матушка, я хочу просить оказать мне милость. Какую милость дитя вместо отдыха хотела бы заняться с господином учителем. Ты умница, Дениса. Много работаешь, любишь труд, это очень хорошо. За труд будет и вознаграждение, матушка. Конечно, после третьего развода у нее появлялись кавалеры, но больше Нинидзе не станет ничьей женой. Если для мужчин узы брака ничего не значат, то зачем в очередной раз идти в ЗАГС? Соберется ли актриса Елена Проклова в четвертый раз стать невестой? Прошу. Спасибо. Спасибо. Сегодня в Сочи, где снимали картину «Будьте моим мужем», второй дом актрисы Елены Прокловой. У нее здесь квартира, а еще достраивается коттедж. Но вот беда. Делить его женщине, которую когда-то вожделел весь Советский Союз, уже не с кем, со своим третьим мужем Проклова развелась. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, здравствуйте. Просто узнали. Просто узнали. Хорошего отдыха. И вам тоже. На чем Елена Проклова обожглась в третий раз? Ведь она всегда думала, что семья самое главное и готова была отстаивать свою точку зрения. И я, конечно, хотела устроить свою личную женскую жизнь, потому что до сих пор считаю, что как бы не важна была для женщины работа, но самая большая ее работа и предназначение это дом, семья и дети. Правда, в первый раз замуж Проклова вышла, потому что ей хотелось забыть о мужчине, в которого она была страстно влюблена. Ты со своего эшафота призываешь людей позабыть страх. Призываешь их к подвигу, ну? Ну, что ты язык проглотил? Давай! Люды, забытый страх. Я почему-то решил, что я тоже за это отвечаю. Бешеный роман, просто бешеный совершенно. И я трясся. Олег Табаков не свободен. Да и сама Елена совсем девочка. То ли она хотела уязвить артиста, то ли просто доказать, что она тоже кому-то нужна. Поэтому Елена приняла предложение журналиста Виталия Мелик-Карамова. В свои 17 лет я не могла трезво рассудить увлечение это, любовь это, расчет ли, необходимость на всю жизнь или сегодняшнее мое порывистое желание. Вот я хочу признаться честно и может быть этим даже у Виталика попросить прощения, что никто никогда это не разъяснял, но поверьте мне, что в 17 лет захотеть одеть подвенечное платье это огромное решение. Особенно, когда перед тобой дикое количество ухажеров, выбрать этого ухажера это тоже огромное решение. Я у них на свадьбе был тамодой. Была огромная свадьба человек на 400 наверное, так сказать, в гостинице Москва. Она просто торопилась. А Мелик-Карамов приятный парень еще. Коля. Ну чего, чего? Я же извелась. Извелась. Знаешь, уж думала не нашла я такого себе там. Где? Маму, реально? Елена старалась быть хорошей женой, но при том, как у нее складывалась карьера, это было непросто. Вы вспомните кинематограф того времени и по списку. Ну как, ну мужчины, они же такие в этом смысле замечательные, они видят красивых женщин темпераментных, умеющих любить и так далее. Они же это сразу замечают. А вот эти вот флюиды, они живут же не спросив тебя как, где и с кем. Борис Ильич, дайте я вам куговицу прижью. Наверняка их семью разъедала ревность. А кто-то говорит, что Елена просто переросла этот брак. Амбиции неправда. Какие у меня амбиции? Если взять мои увлечения, моих супругов, они всегда на стадии студенчества. То есть чувства во главе угла. Я никогда не взвешивала предложенные варианты исходя из своих амбиций. Наверное, потому что я сама лично в этой жизни заслужила так многого и добилась такого социального статуса, что я не знаю, какой должен был быть муж, чтобы он был выше меня по социальному статусу. Ты знаешь, я прямо вся радуюсь. Какой у меня муж! А я радуюсь, какая у меня же? По ней же сохло практически все население мужское нашей страны, да и продолжает усыхать, я в этом уверен. Она настолько притягательна, ей Бог столько дал, он, по-моему, ее делал, будучи счастливым, поэтому вот у нее во внешности сохранилось и сохраняется, наверное, какое-то качество женской тайны, которое очень хочется разгадать. Я упал на колени и сказал, что если она будет, то вся жизнь моя свершилась удачно. Вот с этого момента мы на следующий день уже пошли в ЗАГС в ее же доме и расписались. Здрасте. Знакомьтесь, Мимино, вместе в Воронежской училище кончали. Вторым мужем Елены Прокловой станет врач ее дочки. Но этот брак ждут тяжелые испытания. Они потеряют двоих детей. Близнецы родятся мертвыми. Я так безумно хотел этих детей. И даже такую фразу на нервной почве сказал, что ее выбило из колеи, ну, чтобы успокоить ее. И у меня такое тоже сидело это внутри. Потому что таких, как я, можно было найти. А таких, как она, и таких не было. Елена начинает искать ответы на вопросы. Почему? За что? В чем она провинилась? Ведь все так хорошо складывалось. Профессиональный успех, головокружительные романы, новая любовь, второе замужество. Я думаю, это касается каких-то, может быть, моих взаимоотношений с мужчинами, романов, когда я, очевидно, задевала многих. Я очень долгое время была не замужем. И я очень долгое время могла себе позволить в взаимоотношениях все, что я хочу. Не неся никакой за это ответственности. Вот. И я думаю, что в этом вопросе, наверное, у меня много хвостов. Ну, вот, это моя беда. Но я за это и получала от жизни. Не единожды. И больно. Поразительно, но даже сам супруг Елены не смог предвидеть, что беременность закончится трагедией. Второй муж пытался утешить Елену, но ей не нужны были утешения. Если уж на то пошло, я вообще давно женат. На другой женщине. Да-да, женат. И у меня трое детей. Да, конечно. Не побоюсь сказать, мои трагедии жизненные, они все связаны, конечно, с детьми. Трое сыновей, которых я потеряла, и потом невозможности вообще забеременеть. это все произошло, когда я вышла в третий раз замуж с желанием создать все-таки семью и иметь женское счастье. Я не верю, что актриса без семьи она многое может. Она может многое, но не все. У меня мама потрясающий человек, который может замаскировать любую эмоцию. То есть, как бы физическую боль, душевную, эмоциональную, ты никогда в жизни не поймешь, что действительно она чувствует на самом деле. Третьего сына Елена Проклова потеряет в браке с третьим мужем. Но то ли он смог найти нужные слова, то ли им суждено было сохранить семью. А ты, Андрюш, подоскнишь вам сверху? Кого? Ну, свечечку сюда. Зашел ко мне в комнату с утра, две у нас разные спали с ним. Он зашел ко мне, говорит, Леносин, ты что, плакала? Солнышко, ну, перестань, у нас все будет хорошо, не надо, все замечательно. Ты пойми, ведь я совершенно не... А у него не было детей, у Андрея. И он говорит, ты за это не волнуйся, мне дорога ты. Родишь ты мне ребенка, не родишь ребенка. Поверь мне, это ничего в наших отношениях не решит. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Делай все, как ты считаешь нужным. Давай вообще забудем про эту тему. И это решило все. В этот момент, находясь в его объятиях, я поняла, что я этого ребенка должна родить. И я судьбе сказала, да, я выбрала это. Реальный был подвиг, потому что после того, как у нас умер сын, и нашли причины, из-за чего все это, Лена 8 месяцев к ряду, по 8 уколов в день, она делала себе в живот сама. И то, как она поставила себе задачу и перенесла все это, это подвиг однозначный. Я был свидетелем на их свадьбе с Андреем. И Андрей удивительный человек, замечательный. Они прожили очень много времени. Елена Прохлова и Андрей Тришин вырастили дочь Полину. Их брак разрушила не беда, а время. Что-то сломалось. Последовал развод. У меня до сих пор в паспорте печать стоит, что я еще женат. Я не был на судах. Мне ребенок сказал, что нас развели. Первые два месяца меня товарищ вытягивал. Реально, я переживал очень сильно. После этой новости просто на месяца два или три, наверное. А потом как-то. Все равно свыкаешься. Не бывает отношений без выяснения отношений. Она как максималист, ей все казалось, что вот талая паруса, это здорово. Если на них пятнышко, то это плохо. Я был категорически против развода. И несколько раз ее останавливал и удерживал этот развод. До тех пор, пока Полина не сказала, пап, уже разведитесь, я уже не могу вас видеть. А дальше все произошло без меня. Самые такие близкие и тесные взаимоотношения, как с отцом у них, допустим, были, они разрушительны в итоге становятся, потому что ты вкладываешь в человека все, что есть в тебе, делясь этим, а в какой-то момент все равно наступает несостыковка, потому что мы все равно внутри по факту все одиноки. Елена не испортила отношения ни с одним из своих бывших мужей. Прохлова пыталась всю жизнь прожить правильно, но получилось, как получилось. Сегодня она больше не хочет замуж. Жить для себя ей нравится гораздо больше. И, кстати, если объединить все сегодняшние истории, можно найти лишь одну закономерность. Если бы жены оказались более терпеливы, то могли бы жить с первым мужем всю жизнь. Только зачем идти на жертвы ради статистики? Лучше попробовать найти своего мужчину. Правда, ни у Елены Прокловой, ни у Ларисы Лужиной, ни у Иени Нидзе, ни у Людмилы Хитяевой своего мужчину найти не получилось. Зато им удалось гораздо больше найти себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин